Почти год отработал восьмой состав Государственной Думы. Мы обязаны подводить итоги не просто сессии, а итоги этого большого, крайне сложного и ответственного периода. Четыре месяца из них мы работаем в условиях военной специальной операции, от которой зависит очень многое, ибо там мы решаем три задачи. Мы сохраняем и оберегаем русский мир, мы боремся с нацизмом и бандеровщиной, которая как ростом может покрыть всю Европу, и мы утверждаем свои ценности, за которые сражались многие поколения русских людей и наши друзья и союзники в течение почти тысячелетней своей истории. Я еще раз хочу напомнить, что Государственная Дума обязана, прежде всего, выполнять установки и послания президента. Они сформулированы в виде пяти тезисов. Это все сделать для того, чтобы ворваться в пятерку ведущих экономик мира, одолеть технологическое отставание. Все сделать для того, чтобы остановить вымирание страны и ее обнищение. Этот состав Думы президент напустил в Кремлевском дворце. Я внимательно выслушал ее пожелания. Он опять подтвердил все главные тезисы послания и потребовал дружной и согласованной работы всех фракций, отметив особо, что изменилась фракция справедливцев и появилась фракция «Новые люди». Хочу откровенно сказать, что я не увидел ничего нового. Они даже за закон о детях войны не проголосовали. Что касается справедливой России, она продолжала ту же политику, что и раньше. Единая Россия вместе с ЛДПР объединившись, продолжают тот курс, который бил и добивает страну. Мы считаем, что это был год утерянных возможностей, год закручения гаек и год согласованного вне выполнения «Единой России» установок и посланий президента. Мы обязаны собраться еще раз у президента и обсудить все эти вопросы, ибо мы не вышли ни на какие темпы, которые могут нас уберечь, а санкции, а их более 10 тысяч, показали, что импортозамещение, о котором болтают 12 лет, не коснулось даже такой главной отрасли, какой является наша авиация. В свое время мы производили на 15 заводах почти полторы тысячи летательных аппаратов, а сегодня мы столкнулись с проблемой, что не в состоянии делать свои полноценные самолеты не только малой, но и большой авиацией. Наша программа была сформулирована четко и обоснована. Мы в прошлый раз вам представили документ, который я направил 400 адресов всем членам Совета Безопасности, министрам, губернаторам. Речь идет о оценке системного кризиса и мер, которые позволили вытащить страну из этого кризиса, тем более в условиях военно-политической операции. У нас в субботу состоялся пленум. Мы рассмотрели исключительные важности вопрос системный кризис, информационная война и обновленный социализм. Хочу напомнить, что президент уже дважды подтвердил мысль о том, что капиталист загнал планету в тупик, что наша страна тоже в этом тупике и требуется новый курс и новая политика. Полностью солидарны, но мы предложили в течение года такую политику. Мой первый заместитель Коломейцев внес в Государственную Думу все наши главные проекты законов. Я полагал, что процесс рассмотрения с учетом требований президента будет максимально благоприятным со стороны Единой России. Ничего подобного. Кашин и наша команда вместе с Академией наук подготовили бюджет развития. Он вмещался в 33 триллиона. Единая Россия ничего не сделала. Топтались вокруг 23-25 и эти выполняют плохо, корректировали каждые три месяца. Мы подготовили под бюджет развития исключительно важный документ, который называется «Образование для всех». Чтобы соперничать сегодня в новых технологиях и чтобы решать ключевые проблемы, тем более заявлять, что наша страна великая, надо помнить. Великой страной может быть только та, которая вкладывает в фундаментальную и прикладную науку все необходимое, которое готовит ребят талантливых в средней школе и которые заботятся о детях, приходящих в начальную школу. По начальной школе детское питание приняли, а все остальные, пожалуйста, живите в проголодь, при средней зарплате у каждого второго по стране меньше, чем 20 тысяч рублей. Мы наставили, давайте поддержим детей старших классов. Это решение по-прежнему не принято, все откупаются пятерочкой, десяточкой, но это не решает никакую проблему. Мы подготовили проект развития суперсовременных технологий. Под этот проект организовали учебные заведения, которые раньше не были на территории страны. Ее автор Жаре Салферов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Нина Астанина, Олег Смолин. Все лежит на столе у Единой России. Рассматривайте все расчеты, поддержка Академии наук, уникальный опыт русской советской школы, опыт всех образовательных учреждений, которые сегодня славятся в Европе, в Китае, в Америке. Все изучили, подготовили. У Грудинина отстроили такую школу, которая является шедевром. Все 10 видов профессиональной подготовки, образования, плюс шахматы, работа и все остальное. Вместо этого получили от Единой России. В совхозе Ленина это банда грабителей, по-прежнему ходят как шакалы. И так не получили мы ответа даже агент прокурора, который в этом составе Думы, присутствие всех синельщиков, вручил наш документ и обращение всех работников совхоза помочь спасти предприятие очередной шайки Рейдера. Мы спасем и убережем это хозяйство. Но меня возмущает и удивляет, что партия власти, которая обязана выполнять послание президента, его ключевые позиции не в состоянии даже сесть, собраться и унять своих рейдеров, которые сидят в том же самом зале. Мы считаем, что без продовольственной безопасности никакого не бывает суверенитета. Для этого подготовлена программа «Новая целина. Устойчивое развитие села. Поддержка сельхозмашинстроения». Первые две обкарнал господин Силуанам, ничего там нету. И говорят, вот мы теперь развернемся закупок с запада на восток. Мы сами в состоянии производить. Мы подготовили уникальный опыт народных предприятий, внесли поправки, провели слушания. Мы наставили на том, чтобы президент поддержал этот опыт в рамках всей страны. Написал, провели с министерствами. Все посмотрели, похлопали. Через два дня пришли прокуроры, сыщики и стали проверять лучшее хозяйство Казанкова, которое стало победителем конкурса среди всех мировых предприятий. Я не понимаю этой глухоты и отсутствия элементарной ответственности и способности к проведению полноценного диалога. Охрипли доказывать, что в малограмотной стране никакого суверенитета никогда не будет. Что если вы не готовите новое поколение, это травма для страны на 20 лет, а для семьи и человека на все оставшись жить. Провели слушания, теперь большие, поддержал Володин, внесли закон. И по-прежнему баба их господствует в школе, все уходят от официального решения. Хотя и Володин согласен, и Садовничий выставил прекрасно, и министр нового образования, и наша команда. Я не знаю, что нужно еще для того, чтобы партия власти работала в условиях чрезвычайной ситуации, быстро, энергично и откликалась на наши предложения. В ближайшие дни мы проведем большой праздник, посвященный 100-летию образования СССР. Наш опыт модернизации Ленинско-Сталинска – это гениальная идея, которой гордится вся планета. Впервые за 30 лет средние темпы составили почти 14%. Полуграмотная страна стала самой грамотной, самой великой, самой храброй, самой космической и самой победной. После разгрома фашистских хортов у меня на родине, на Орловско-Курской дуге, было принято еще решение о создании новых учебных заведений – Суворовских, Нафимовских, ФСО, Ремесленных. Показала страна, что она готовит кадры будущего. И эти кадры реализовали еще одну идею – ракетно-ядерного паритета и уберегли нашу страну от новой бои. Все это аккумулировано в ходе служений и наших новых законов. Причем защита детей стала главной ценностью, главным смыслом. У нас этот состав прекрасный, работает Мельников, как первый зам. Когда он ведет, вы видите, дома работает очень производительно. У нас один из опытных депутатов Кашин подготовил все программы «Реализуйся завтра, и страна будет обеспечена дешевой, хорошей, высококачественной продукцией». У нас Харитонов из 11 регионов, 10 на Дальнем Востоке провел слушания и все проблемы не просто высветил, а предложил, каким способом они могут решаться. Наша команда Афонин, Новикова, Астанина отработали все, что связано с детьми образованием от нашей партии и фракции. Она выйдет, она, Астанина, в новый комитет. Но он продолжил славные традиции. Провели целую кучу слушаний, предложений. Все отработаны. Вчера с детьми, с семьями встречались. Программа, которая позволила бы страны избавиться от вымирания. Мы за прошедшие два года потеряли более миллиона населения. У нас рождаемость за прошлый год, как в 44-м году в разгар Великой Отечественной войны. Примите решение, увидьте, услышьте, откликнитесь. Все готово. Законы, слушания, рекомендации. От вас зависят, господа из Единой России. Я хочу, чтобы новый сезон был не сезоном утерянных возможностей. Чтобы мы программу развития страны реализовали. Чтобы мы помнили, что послание президента для Государственной Думы – это главный закон. А когда после этого послания Сулуанов приходит с пустым бюджетом, правительство Мишуйственно более работоспособное соглашает с этим, а высокие технологии не реализуются, тогда можно ждать любых неприятностей. Мы все сделаем, чтобы поддержать Донецкую Народную Республику и Луганскую. Поздравляем наши войска с успешной операцией, но надеюсь, что мы все дружно прибавим в защите своих друзей и братьев в борьбе против нацизма и бандеровщины. Для этого нужен бюджет развития, новый курс, честная информационная политика и слаженная работа всех фракций Государственной Думы.